Итак, продолжаем наш урок. Тот цвет, который мы использовали в первой части, дальше этим же оттенком мы забиваем то пространство, которое отворачивается от цвета. Смешали мы желтый цвет с зеленым, без белил, напоминаю вам, друзья мои. И этим оттенком мы специально осознанно немножечко заходим на собственную тень груши. И тем самым создаем промежуточный оттенок, который, естественно, будет более в сторону теплого тона. И постепенно двигаемся к тому освещенному месту, которое будет иметь более холодный свет. Для этого, чтобы получить пока пятно более холодного света, мы смешиваем желтый цвет с небольшим количеством синего. Опять же, без белил, обратите внимание. И пока этот цвет, он такой максимально звонкий. Вот сами даже посмотрите, да, что центральная часть груши, верхняя, вот именно серединки, вот эта тепло-холодность, она различается и видна. То есть, вот центральная часть, она действительно более холодная. Это заметно. Наши нанесенные полутона, мы кое-где их стушуем, впишем более плавно один тон в другой. И теперь нам нужно выразить блик, который также впоследствии немножечко растушуется. Для этого мы смешиваем белый цвет с небольшим количеством розового цвета и чуть-чуть добавляем синего. Только совсем чуть-чуть. То есть, получаем бледно-бледно такой розовый оттенок. Я взял веерную кисть, она оставляет определенные интересные мазочки. Можно было другой кистью воспользоваться, но вот в данном случае так. Всегда, когда вы изображаете какую-то конкретную форму с конкретным освещением, нужно учитывать, что бы то ни было, груша, яблоко, портрет, форма, фигура, там все что угодно. Именно где имеется конкретная форма, важно знать и понимать и держать в голове одну важную вещь. Что никакая сверхвыписанная деталь, либо что-то еще, какой-то рефлекс, можно миллион раз всякие черточки добавлять и интересные завитушки, они никогда не улучшат вашу живопись, если вы потеряете целостную форму. Это самое главное. Вообще в живописи главный тон и намного важнее, чем сам цвет. Но если вы, допустим, в конкретном случае, если мы сейчас с вами рефлекс сделаем немножечко ярче положенного и светлее, да. Обратите внимание, напоминаю, что мы почти всю грушу написали без белой краски практически. Только где вот блики, да, и там чуть-чуть совсем от бликов отошли, чуть-чуть используя белый цвет. Так вот, если мы чуть-чуть, капельку, прям вот совсем чуть-чуть добавим белого цвета в рефлекс, и наша форма вся полностью рассыпется мгновенно. И объем, это так называемый эффект 3D, то есть реалистическое изображение, он сразу нарушится, и живопись станет серой, будут кричащие рефлексы, какие-то другие элементы, и полностью вся работа будет на смарку. Это следует всегда помнить и учитывать. Также стоит обратить внимание на то, что собственная тень груши в нижней части более темная, чем верхней. Не сильно, но по тону немножко темнее. Также напоминаю вам, что при написании падающей тени мы черный цвет не использовали, и также важный момент, то, что падающая тень, то есть под грушей, она самая темная в этом этюде. Скоро увидимся, всего доброго, пока!